В Ставропольском крае по подозрению в коррупции был задержан глава регионального управления ГИБДД полковник Алексей Сафонов, возглавлявший его с 2012 года, а также еще 35 сотрудников ведомства. Им вменяют получение взяток, злоупотребление, превышение полномочий и другие преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ, Организация преступного сообщества. К сожалению, не все сотрудники госинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение. Тем самым также нарушают закон, что преследуется соответствующей статьей УК РФ. В 2017 году анонимный сотрудник ГИБДД Пятигорска жаловался, что на работе его заставляют брать взятки, а деньги приносить начальству. Нас ежедневно заставляют работать на показателях, а если мы говорим, что люди не нарушают, то тогда нам говорят, что мы плохо работаем и думаем, после чего нас направляют на те посты, где приходится стоять 24 часа в сутки. А кто деньги приносит, те работают в центре города. В рабочих кабинетах и домах подозреваемых прошли обыски. Это дом самого Сафонова. Ничего так для главы регионального ГИБДД. КОНЕЦ На территории Якутии продолжают бушевать природные пожары. Сейчас их площадь превышает полтора миллиона гектаров, более двухсот очагов. Огонь подошел вплотную к селам в Мирненском и Горном районах, а также к Светлинской ГЭС. Свою помощь в борьбе со стихией предложил Леонардо Ди Каприо. В 1998 году он основал благотворительный фонд «Леонардо Ди Каприо Фоундейшн», оказывающий поддержку проектам по защите экологии и дикой природы. Однако глава Якутии отказался от помощи фонда, сказав, что власти справятся своими силами. Может быть, и Леонардо Ди Каприо и хочет нам помочь, но, по крайней мере, официально никаких писем, никаких обращений. Органы государственной власти ни в аккаунты, ни письменно мы от Леонардо Ди Каприо не получали. А если получите? Ну, конечно, мы будем рады, чтобы он приехал здесь, нам, может, какую-то помощь оказал. Правда, я не очень хорошо представляю, что он может сейчас сделать, так, сидя в Голливуде, здесь для тушения якутских пожаров. Финансовую помощь, если он окажет какую-то... Сегодня реальную помощь нам оказывает Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство обороны, Рослесхоз, по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот это мы ощущаем, так. А то, что какой-то хайп люди используют, пишут, причем часто очень публикуют фотографии, которые отношения к Якутии вообще близко даже не имеют, ну, это пусть остается на их совести. Пусть остается на их совести, улыбаясь, заявляет глава Якутии, как будто ему кто-то что-то обязан. Итак, кстати, во всем одна из черт путинизма. Почему нельзя убрать этот бесконечный цинизм и сказать нечто вроде «Мы благодарим Ди Каприо за поддержку, это катастрофа не только для Якутии, но и для всего мира, вместе мы преодолеем все преграды». Лео, в свою очередь, рассказал о том, что его фонд не оставит без внимания пожары в Якутии. «Я действительно обратил внимание на недавние происшествия в Сибири. Мой фонд проводит расследование, и скоро я начну действовать. Вместе с моим менеджером мы свяжемся с властями и разберемся, чем можно помочь». Позже заместитель министра экологии и природопользования и лесного хозяйства Республики Саха Сергей Сивцев заявил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии находится под контролем, и добавил, что справиться с проблемой власти региона могут без помощи Леонардо Ди Каприо. В Санкт-Петербурге на выборы в Госдуму и в местное ЗАГС Собрание по одному избирательному округу баллотируются сразу три кандидата с одинаковым именем и фамилией – Борис Вишневский. Классика! Один из них – всем нам известный глава фракции партии «Яблоко» в Законодательном собрании и правозащитник. Два других кандидата, как сообщает «Новая газета», сменили имя и фамилию специально перед избирательной кампанией. Известно, что первый из них баллотируется от партии «Зелёные», место его рождения – деревня Пономарёва Вологодской области, в которой, согласно данным последней переписи населения, проживает семь человек. До смены имени и фамилии он был Виктором Быковым и работал секретарём в одном из отделений партии «Единая Россия», а также руководил муниципалитетом Коломна и избирательной комиссией Адмиралтейского округа Санкт-Петербурга. Ещё один – Вишневский, по данным «Новой газеты», родом из Торжка, и работал главой отдела продаж в компании «Европроект Групп». Его настоящее имя и фамилия – Алексей Шмелёв. Представьте, вы идёте в политику, представляете, как будете участвовать в жаркой избирательной кампании, всех сделаете на дебатах, народ будет вас любить, а конкуренты уважать. Потом, может быть, и выше можно пойти, чем чёрт не шутит. Но приходит куратор и говорит – так, это твой новый паспорт, теперь ты, Борис Вишневский. Будешь голоса на себя оттягивать. МБХ Медиа выпустили расследование, в котором утверждается, что возле резиденции Путина в Новоогорёво строят комплекс зданий, стоимость которых оценивается от 20 до 50 миллиардов рублей. Среди построек – ледовая площадка, лечебный центр и гостиница-пансионат. Всё это, по словам строителей и охраны, режимные объекты. Строительство на участке в 107 тысяч квадратных метров на берегу Москвы-реки в Подмосковье берётся в условиях секретности. Подъезды к стройке огорожены знаками, а территория отгорожена бетонным шестиметровым забором. «В Новоогорёво нет никаких строек, это резиденция главы государства. Я могу сказать, что на территории резиденции президента нет никаких строек», заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Конечно же, журналисты должны были задать уточняющий вопрос. А возле резиденции, может быть, получили другой ответ, но не задали по каким-то причинам. Будем следить за развитием событий. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok